Спартакеада среди дошкольных учреждений «Старт и надежд-2015» завершилась ярким и веселым праздником. Но чтобы определить, какая команда самая сильная и ловкая, финалистам Спартакеады предстояло пройти 7 этапов. Всего в Спартакеаде приняло участие 28 дошкольных учреждений города. В финал вышло 8 команд. Это команды из детских садов «Дружба», «Ягодка», «Теремок», «Аистенок», «Журавушка», «Тополек», «Родина» и «Ёлочка». Посвящена Спартакеада 70-летию Великой Победы. Все конкурсные задания ребятам хорошо знакомы. Они их уже преодолели на первом этапе Спартакеады. И тем не менее, не всем удается точно попасть в цель и быстро передать эстафету товарищу. Даже в таких несложных заданиях есть победители и проигравшие. Хотя вряд ли можно назвать проигрышем последнее место в финале, ведь главная цель Спартакеады – здоровье ребенка. И для этого в дошкольных учреждениях должны быть созданы все условия. Каждое учреждение в рамках своих средств, субвенций, они могут приобретать спортивное оборудование, учебное оборудование для образовательного процесса в дошкольных учреждениях. В учреждениях есть инструктора по физической культуре. В результате сложных подсчетов баллов, а судейская бригада учитывала каждую мелочь в исполнении заданий, определились три победителя. Третье. Почетное место заняла команда детского сада номер 16 «Тополек». Второе место в «Спартакеаде старта надежды 2015» заняла команда детского сада номер 25 «Аистенок». Первое место заняла команда детского сада номер 38 «Журавушка». Что помогло команде детского сада «Журавушка» одержать победу? В нашем детском саду работает плавательный бассейн. И тренер наш Андрей Николаевич, мы очень благодарны ему. Он отлично подготовил детей. Как известно, вода – это источник закаливания. Спорт, здоровье, конечно же. Победители получили заслуженные награды, а все участники – полезные витаминные подарки. И мы искренне рады, что сегодня этот праздник прошел при поддержке администрации города, потому что воспитание дошкольников – это главная составляющая нашей жизни. 70-летие победы, и мы этот старт даем именно с помощью дошкольных образовательных учреждений. В память об этом интересном спортивном событии фотография участников с мэром города, который горячо болел за каждую команду.